У нас на проводке? Да, 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 нет, он тут, тут все равно. Вот оно, ура! Ура, ура! Надо было его потрогать просто. Ему не хватает внимания. Целительное прикосновение. Прикосновение Михаила. Исцелило. Скоро мы не в эфире. А то я знаю, что это, который в воду ставит. Не помогло! Воду он ставил. Все, в эфире он сказал. В эфире? Да, да, да. Ух ты! Всем привет! Всем привет! Добрый вечер! Несмотря, да, сейчас мы как-то немножечко развернем, будем видеть себя. Ух ты, ух ты, привет всем еще раз! Всем привет! Мы рады приветствовать вас на ваш ежегодный. Мы несколько, наверное, замедлили, но раз в год мы делаем конференцию, общаемся с вами по интересующим у нас вас вопросам. Вот сейчас будем отвечать на вопросы. С огромным удовольствием будем сегодня это делать. В нашем и вашем эфире, таком слегка искривленном, но практически прямом, сегодня генеральный директор компании Хобби Волт, издательства Хобби Волт, Михаил Акулов. И я, Алексей Звяков, сегодня выполняю роль такого транслятора от вас к Михаилу. Ваши вопросы, которые вы оставляли у меня на канале, оставляли в комментариях в группе Хобби Волт, я буду... Да-да-да, подготовились. Буду за сегодня Михаилу задавать, а он будет на них наверняка отвечать. Так что, да, еще у нас за кадром присутствует, вот смеется в этот момент совесть Михаила в лице Катрин, сегодня отдел маркетинга Хобби Волт, также у нас присутствует за кадром. Но с нами, если кто будет поправлять по горячим следам актуальные данные, все для вас, все. Она специально села за кадр, чтобы никто не видел, как она мне грозит оттуда. Да. Какие... она же не может... Приму. Да, грозить. Вопросы буду задавать в разнобой, буду стараться из разных категорий их... Препутать, будь себя желать. Путать изо всех сил. Я заучил, заучил. И прям вот у меня так, первый, который попался мне на глаза, самый, наверное, любимый нашим сообществом. Планируете поменять политику по дополнениям и сдавать их более плановерно в дальнейшем? Ну, это наш, да, регулярный вопрос. Любимый. Один из любимых. Там будет еще один любимый вопрос. Смотрите, дополнение зависит от спроса. От спроса на, я как многократно говорил, от спроса на базовую модель, да. Поэтому вы можете увидеть, например, что дополнение к Курсарку, например, выходит гораздо больше, чем дополнение к Десценту. Вот, потому что даже первый тираж дополнения к Десценту, ну, там, ретиражки не было и до сих пор есть в наличии. Вот, хотя базовый Десцент ретиражировался. То же самое можно сказать про дополнение. Дополнение к коллекционно-карточным играм, да, вот то, что мы в этом году начали сдавать, не коллекционно-карточная, а живая карточная игра, Уржас Архама. Эти дополнения будут выходить каждый месяц. Там был еще вопрос, сразу же отвечу, на него раз зашла речь. Нельзя ли выпускать дополнение к Уржас Архаму побыстрее? Дополнение к Уржас Архаму предусмотрено на прохождении его в месяц, вот, в среднем. Поэтому он будет выходить каждый месяц. Выпускать его чаще, но не все люди имеют, обладают такое большое количество времени, чтобы сразу же пройти все вот это приключение. Поэтому мы будем каждый месяц выпускать по Допу к ЖКИ Уржас Архаму. Я сам с огромным нетерпением их жду, потому что уже подсел. В общем, Данович сделал свое дело. Карточная Уржас Архама такая штука, да, от которой очень сложно отойти потом, когда уже начал. И прям очень хочется, конечно, допройти все эти главы, все это выпустить. Надеюсь, что, конечно же, линейкой Дановического это все дело не ограничится. Цена очень хорошая для русского рынка получилась. Продукт отличный, поэтому, кажется, у него будет прям отличное будущее. Красота. Скоро наступает пора выставок и конвентов. Конец лета, осень. Есть ли какие-то списки того, что хотите посмотреть и привезти оттуда? Привозите ли что-нибудь для собственного пользования? Как-то... Привозим регулярно. Привозим очень большое количество новинок. Во все играем, поэтому даже в старые игры не так часто, в старые любимые игры не так часто получается играть, потому что после каждой выставки гигантское количество новинок, которые нужно отыграть, нужно попробовать. Что-то для себя я привожу, прям то, что загорелось. То есть это не всегда идет в продажу, не всегда в издание, потому что у меня там есть мои любимые хиты. И это не значит, что мои любимые хиты, мои любимые продукты, они коммерчески успешны будут. То есть я могу любить продукт, но понимаешь, но не верив в его коммерческий успех. И все-таки, есть ли какие-то списки, что хочется посмотреть в этом году? Я с списком тебе не скажу, потому что то, что я хотел, я посмотрел с Джин-Кона, то, что будет на Эссе, посмотрим, что будет на Эссе. Какие следующие крауды планируете запускать в ближайшее время? Так, вот это я не подготовлен. У нас какой-то с тобой разный список. Я заучил другой список. Туда-сюда, да, но хорошо. Все прямо, может что-то, как вы знаете, у нас сейчас, ну, кто-то знает, у нас вышел, там, игра, можешь сказать, на ближайшие годы номер один, это Глоб Хевен. Дай, можешь, не, 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 уж как раз. Мы здесь в Грум Хевен пройдемся, да. Гигантское корабель. Мы покажем. Я попытаюсь ее передать, это очень тяжело, друзья, потому что... Вот это вот Грум Хевен, это английское второе издание, да. Мы его издаем на русском языке. Мы первые из компаний в мире получили права на другой язык. Это, где это, там, больше года переговоров нам доверили это, ну, так, могу сказать, честь издавать на русский язык. И только сейчас, недавно, еще права получили на издание на немецкий язык, другая компания. Поэтому это, там, достаточно большая ответственность. Это очень отличный продукт. Мы издаем сразу же вторую редакцию. Вторая редакция содержит в себе сразу же кучу плюшек, которые были в качестве стречей на... И цели были в качестве на первой редакции. Поэтому это будет такая дополненная версия. Он будет немножко в другой коробке. У них будет стандартизированная коробка с Твилайт Империей. Вот, если кто видел, ну, я просто не могу показать коробку Твилайта, потому что она на производстве, как раз ее забрали на завод, чтобы точно соблюсти размеры в качестве макета. Вот, она будет немножко другая коробка, но такая же большая, просто немножко другой конфигурации. Она более прямоугольная такая, на звуке опомнена. Несмотря на то, что как бы все то, что вторая редакция полностью включает дипластиковую миниатюру, и то, что мы издаем, мы смогли сделать для нашей крауд-компании, которая идет на Крауд Репаблик, мы смогли сделать несколько новых стречей. То есть это, в первую очередь, я думаю, для вас будет интересно. Это то, что эксклюзив будет для участников Крауд Репаблик. Это будут более толстые карты. Здесь гигантское количество карт, и чтобы вложить, чтобы себестоимость, даже в западную себестоимость, это попало в какую-то приемлемую сумму, сумму, а не в безумную, то карты здесь напечатаны в английской версии на 260-м картоне. Мы для Крауд уже стретч этот на 3 миллиона собрался, поэтому карты будут более плотные. И еще из хороших целей, я думаю, в ближайшее время, это одна из самых стремительных у нас сейчас компаний, за сутки, мы сколько, по-моему, 500 штук набрали? Около 500 штук за сутки экземпляров набрано. Это очень хороший показатель, мы довольны. Соответственно, я думаю, что 4 миллиона мы тоже легко наберем, если прям эту секунду в этом не набрали. И там есть еще вторая цель, это деревянные коробочки, которые будут в виде сундуков. Продукт отличный, продукт надолго. Я не помню, сколько тут часов, где более 100. Я не помню, сколько тут часов, я помню, что тут больше 100 сценариев. Это те, кто быстро играет, 200. Поэтому это поистину за последние 5 лет, это, наверное, лучший продукт, недаром он номер один в рейтинге на БГГ. Комплексный. Еще потрясает то, что его сделал практически один человек. Сделать такую махину самому. То есть мы хотели, чтобы Азик приехал на игроком. К сожалению, да, вот у него последнее время не срослось. Он дал согласие, но, к сожалению, в последнее время графики у него поменялись, и он не смог приехать. Игроком еще анонсирует, кто к нам приедет. Да, да, да. Ну, если кто хочет участвовать в крауд-компании, потому что цена на крауд-компании будет на 25% дешевле, вот, 7,5 тысяч рублей. Ценник уникальный, потому что для такого объемного продукта, если учесть, что тираж на Россию, ну, общий тираж, по-моему, Глумхевена, второй тираж, который, включая крауд-компанию и магазины, по-моему, был около 100 тысяч копий, там, по-моему, 95-98, что-то такое. Включая магазины, не только Kickstarter. Сделать сопоставимую цену на продукт, в котором там 90 тысяч копий и небольшой тираж русский практически невозможно. Вот, но без ухудшения качества мы этого добились. Еще раз говорю, даже в крауд-компании качества будет больше. Ну, по картам. Все остальные компоненты, я считаю, что мы сделаем там отличного качества, отличный продукт за отличную цену. Вот, я довольна, что мы делаем. Я надеюсь, что вам понравится. Мы попытаемся, кстати, на игроконе представить уже коробки, практически уже готовый продукт. Там будет только 4 базовых сценария собраны. И на игроконе можете пощупать, потом поделиться своим мнением. То есть, вот, наша задача у производства в сжатые сроки попытаться все вот это сделать для игрокона, чтобы вы уже могли потрогать эти образцы. Сразу же, в догоночку от меня, вопрос по поводу компании Гоумхевена. Все цели действительно уже практически достигнуты? Планируются ли дополнительные стретч-голы? Да, мы сейчас работаем над этим, но, как бы, стретч-голы, они не самоцельны. Для компании мы можем прямо сразу же перейти плавно. Почему в России не так много эксклюзивов, когда делают крауд-компании? И чем отличается, там, если кому интересно, компания предзаказов от крауд-компании? По сути, это компания предзаказов, потому что мы все равно делаем этот продукт. Просто мы хотим сделать, чтобы продукт более массово распространен, поэтому сделать его через систему предзаказов. И, ну, понятно, что какие-то подтверждения нашим ожиданиям тиражей тоже мы от этого видим. Вот, но сделать стретч-голы практически на пустом месте, когда продукт уже изданно готовый, достаточно тяжело. Наша команда это делает достаточно успешно. Сейчас будем делать еще один. у нас есть задумки. Не буду раскрывать секреты, но вот, да, будет. Один точно будет. Дальше будем посмотреть, сколько будет. Будем стараться, короче, по-другому. Чекол. Он тяжелый. Попробую. Он действительно безумно тяжелый. Почти 10 килограмм. 9, по-моему. 9 килограмм коробища. Такая большущая. Ну и плюс это настоящее приключение. То есть это вот надолго захватит. То есть это не просто там отдать 7 с половиной тысяч или потом в розницу 10 тысяч рублей, поставить на полку и забыть. Это отличное приключение, в которое, мне кажется, интереснее, чем в компьютерном. Вопрос из чата. Тут прям сразу автоматически. Будет ли рассмотрен вариант изготовления органайзеров для Gloomhaven, для тех, кто участвовал в краудфандинге? Да, у нас чуть позже мы планируем добавить органайзер, только это будет, наверное, не цель, а дополнительный лот, и вы сможете его купить. Мы сейчас рассматриваем, сейчас его проектируют. Органайзер будет чуть позже добавлен. Ну что ж, по Gloomhaven, я думаю, что, наверное... Давай, может, сразу же поговорим про кикстартер, про эксклюзивы, про боджи-классы. Были вопросы о том, можно ли делать одновременно кикстартер-компанию одновременно с Россией. На самом деле, ведем переговоры на эту тему. У меня уже было, ну там, больше пяти встреч точно, которые посвящены именно этой вещи. К сожалению, это не очень просто, несмотря на... Да, нам было предложено нашим завтальным партнерам несколько моделей, по которым мы можем делать одновременные компании с их компаниями, либо компании, которые начинаются чуть позже, как только заканчивается их компания. Но пока они очень осторожно к этому относятся, пока мы высказали, мы на каждой встрече высказываем предложения, высказываем свои идеи, пока мы какой-то положительной реакции на это не добились. Отрицательные тоже не добились, но это не... Для тех компаний, например, которые сосредотачивают свой маркетинг, свои продвижения через кикстартер, они очень аккуратно относятся к этому одному усвоему, потому что это их, по сути, единственный и основной инструмент продаж. Поэтому, да, мы работаем над этим тоже, потому что нам тоже интересно делать одновременно, чтобы... Уж понятно, что если мы запускаем позже компанию, мы не можем получить кикстартерские эксклюзивы, потому что это кикстартерские эксклюзивы, но мы хотим это получать. Соответственно, мы предлагаем разные условия, и мы надеемся, что партнеры пойдут нам навстречу, пойдут навстречу русскому рынку, и мы сможем это сделать рано или поздно. Иногда переговоры занимают очень долгий срок, то есть тут вот... Переговоры по Голубхевну заняли больше года. Отлично, что в итоге все получилось, и что мы в итоге можем получить действительно игру, которая сейчас на первом месте на Борнгейм Гиг находится... И при этом этот первый продукт, кроме английского языка, будет издан на другой территории, именно в России. Сейчас вот время для гордости такой за отечественный настольный рынок наконец-то. Слушайте, ребята, мы дожили до этого момента. Дальше, возвращаясь к дополнениям, интересный формат получился по дополнениям к страшным сказкам. Два дополнения в одной коробке. И по кошельку не так бьет и экономит место на полке. Ну, мы делаем периодически. Мы делали с Кракасоном, потому что место на полке достаточно ограничено. Да, если в Германии Кракасон такой популярности, что его ставят в прикассовой зоне, практически там могут в любой супермаркете поставить маленькие дополнения, то у нас в прикассовой зоне его никто не поставит, потому что спрос такого нет. Поэтому мы компоновали, мы делаем такое. Если это выгодно, мы это делаем. Планирует ли мир хобби более сильную локализацию по продукту в компании Games Workshop? Да, мы тоже ведем с нашими партнерами постоянные переговоры. Стараемся, чтобы они нас как можно раньше информировали о новых продуктах, чтобы мы заявили свое желание локализовывать эти продукты. Об этом есть много сложностей, это зависит от многих вещей. Всем прекрасно понятно, что делать один продукт на английском языке и несколько продуктов на разных языках, это разная себестоимость, даже если брать, что себестоимость увеличится за счет коробки, все равно дороже становятся продукты. Мы пытаемся убедить партнеров, что чем больше продукта на русском языке, тем лучше, и могу сказать, что мы вернулись, ну, то есть получили право у Games Workshop локализовывать на русский язык кодекса. Я думаю, в ближайшее время появится уже первый кодекс, работа на нем закончена. Мы активно работаем с комьюнити по этому вопросу и я думаю, комьюнити будет довольны качеством перевода, качеством издания и дальше у нас в планах там чуть ли не каждый месяц по кодексу. Отлично. Хорошие новости. Я вижу, что в чате у нас пишут ребята вопросы по поводу конкретных наименований настольных игр, дополнений, переизданий и так далее. Давайте мы традиционно мы это ближе к концу оставляем. Сейчас пройдемся по вопросам, а уже прям по конкретным играм. У меня вот здесь есть ребята все, что вы написывали. Четыре листа, список. Я думаю, что все, что вас интересует, мы так или иначе спросим. И вот в этом блоке, когда будем называть название, тогда уже дописывайте. Если вдруг мы что-то упустим, я думаю, что Михаил тоже с удовольствием ответит. А что смогу? Да, да, да. Что знает, естественно, и к чему уже готовится. Так, давай переедем планомерно от одной больной темы к другой больной темы доставка. Не возникает желания заказывать что-то дешевле полутора тысяч рублей при доставке в 400. Может, найдете себе партнера для самовывоза. Это как-никак давно сложившаяся тенденция других компаний, пишет нам пользователь. Ну, давно сложивший тенденция. Это такое несколько лукавств. Да, там есть ряд вопросов. Там есть вопросы, почему мы доставляем в Евросеть, но не доставляем как там, не доставляем в собственную франшизу, почему нет опции самовывоза. Ну, могу сказать, что просто доставка в Евросеть платная, а в собственную франшизу вы хотите, чтобы мы доставляли бесплатно. хотя наш партнер по франшизе это такое же отдельное юридическое лицо, отдельный предприниматель, как и Евросеть. Он тоже хочет зарабатывать на этом деньги. Но подразумевая сеть Hobby Games, вы понимаете, что все туда должна быть доставка бесплатна. Поэтому с этим есть некоторые сложности, потому что это стоит дополнительных денег и как-то увеличивает стоимость продукта. Но мы преодолели этот вопрос и с сентября месяца мы запускаем программу бесплатной доставки, бесплатного самовывоза в наши франшизные точки. У нас сейчас самая большая франшизная сеть по стране, у нас более 50 магазинов, поэтому это широкая география и бесплатная доставка будет. Как любой продукции просто Hobby Валда, то есть даже если нет у нашего партнера на месте можно будет заказать с центрального сайта и получить это с бесплатной доставкой у себя в регионе, так это и касается самовывоза скралов проектов. Да, по книжкам в принципе мы уже объявляли, то есть кто не знает мы сейчас создаем художественную литературу по ужасу Архаму. Есть у нас книжечка? Есть у нас книжка, вот это вот три таких вот книжечки они в отличном переплете и к ним идут еще эксклюзивные персонажи из Ульсархом и карточной игры поэтому вообще доставка этого первого продукта будет бесплатной. Доставка Глумхевен до собственных франшизных партнеров тоже будет бесплатной. Поэтому считайте все мы сделали то что вы просили. Что у нас еще остается из доставки нерешеная это Украина и Белоруссия. Да, тоже были вопросы. Да, мы с работ покупали все говорят ребята почему кто-то может а вы не можете. но мы не доставляем нашу продукцию поездами проводниками и всякими левыми схемами. Соответственно я тоже отвечал на этот вопрос есть несколько там как бы сущностей это крауд репаблик отдельное мир хобби отдельное и например мир хобби Украина это еще отдельное. сделать поставку физическому лицу через все три источника при этом так чтобы цена для вас при этом не стала отрицательной для нас не стала отрицательной вы вовремя еще главное вовремя получили этот продукт это не очень простая логистическая задача с точки зрения юриспруденции и денежных потоков мы стараемся сделать что-то с этого наверное мы осенью подключим но здесь получается так что на самом деле по сути для нас мы пока не можем решить вопрос с дополнительными элементами которые участвуют в краудкомпании это корексы потому что сразу же международная сертификация возникает какие-то дополнительные элементы как только мы решим эти вопросы мы обязательно сделаем доставку либо для физических лиц для количества потребителей и в Белоруссию и в Украину при этом я думаю что мы возможно осенью запустим уже те проекты которые предзаказы которые не имеют дополнительных целей как не целей так все дополнительных элементов типа протекторов и так далее органайзер если этот элемент внутри коробки то есть нет ничего страшного то есть если это эксклюзив крауд република который мы изготавливаем то с этим у нас практически нет проблем я думаю осенью мы это решим Михаил лихо мне кажется поставил точку вообще перечеркнул все вопросы доставки которые у меня были отдельными для нас это тоже даже ничего спрашивать был достаточно больной вопрос и он был на самом деле непростой потому что у нас там своя модель распространения мы должны были в нее вложиться в эту модель в том числе пойти как поудовлетворить чаяния наших потребителей а тут такой вопрос внезапно будет ли проводиться чемпионат по каркасону по всей России чемпионаты на следующий год будут больше понятны к весне то есть мы к весне будем верстать календарь и будет понятно сейчас ничего не могу сказать а в этом году то есть до конца 18-го в этом году точно будет по каркасону будет национал по дестине вот и на игроконе да поэтому пока пока вот эти планы только хорошо тоже тоже важно национал по дестине кстати это очень здорово потому что турнирная поддержка для такого продукта это прям важнейший момент мне кажется который неизменно должен иметь место быть но мы только начинаем устаканиваться с тиражами потому что вообще есть попадание в мировые тиражи это достаточно большая проблема потому что обычно по практике идет английский тираж а потом идет отдельный международный тираж в случае с дестин все должно быть одновременно и попасть одновременно в западный тираж при этом согласовать еще у дополнительных трех сторон там карты правила внешний вид и так далее и так далее это прям просто я не знаю здесь как раз не печатные непечатные выражения вопрос да по поводу Star Wars Destiny расскажите про успехи какие итоги запуска этой игры когда ждать новые волны бустеров какие планируются сеты мы довольны запуском вот на английском языке мы будем поддерживать те сеты которые у нас еще пропущены на русском языке пока ориентировочно должен выйти пятый сет осенний нам должно мы свою работу закончили главное чтобы нам теперь подтвердили тиражи согласование тоже все прошли нам нужно чтобы нам подтвердили тиражи и чтобы он попал в осень и шестой сет на русском мы пропускаем и мы готовимся к следующему сету который выйдет в январе тоже мы всю работу сделали с своей страны мы сдали на согласование ждем согласования и вроде мы должны попасть в мировой тираж если небо не упадет на землю это часто бывает в последний год поэтому планируется скорее нагнать и выпускать уже параллельно собрается еще один сет сделать и следующий сет уже январский мы рассчитываем его получить вместе с английской версией а те сеты которые были пропущены это бессмысленно то есть они будут уже да потому что это коллекционная игра поэтому ты должен быть все время в типе а смогут ли игроки на турнирах использовать карты и кубики из этих сетов которые не были локализованы у нас ну конечно для тебя стандартная да конечно ты можешь по всем то что ты можешь использовать и международных турнирах карточки на русском языке и в России ты можешь в турнирах использовать карточки на английском языке это прекрасно а кубики они языка независимые в большом сожалению это очень хорошо кстати хочется тоже об этом сказать потому что я вот например столкнулся своей практике когда я не помню кто может быть сами нинтендо локализовали покемон коллекционную карточную игру вот у них было совершенно безумное правило что в турнирах в России можно использовать только русские сеты которые сильно отличались и не догоняли я не знаю для чего было так сделано очень здорово что здесь это по уму и можно будет использовать английские карты так что если кто-то играет в Destiny уже и собирает свою коллекцию приходите на турниры участвуйте вообще наша политика по английскому языку должен сказать что мы никогда не переставали если мы локализовывали продукт на русском языке мы никогда не переставали возить продукт на английском языке потому что есть любители игр которые хотят получить именно с того завода именно на английском языке мы не хотим ограничить наших потребителей если у нас в данный момент например нет продукции на английском языке это не значит которую мы сдаем на русском это не значит что мы ее сняли и не возим больше просто потому что потребители есть какое-то ожидание что у наших западных партнеров бесконечные склады лесу принтер прям напрямую печатает им на склад и там всегда есть весь товар в наличии это не так очень часто мы делаем заказы и каких-то позиций нет потому что все печатают тиражами там на какой-то срок на год на полгода если продажи идут чуть лучше чем рассчитывали соответственно вы имеете перебои с поставкой очень вкусная печенька я с вашего позволения буду иногда ее там отвергать правильно-правильно печенька стоит того чтобы ее съесть на самом деле я пока могу что-нибудь поболтать и зачитать какой-нибудь побольше вопрос вот я вижу тут пачку вопросов по настольным ролевым играм какие сейчас ваши впечатления и что вы планируете делать дальше с этим рынком можно ли рассчитывать на вторую редакцию Pathfinder одновременно или близко с англоязычным релизом есть ли планы по поводу игр не от Paiso например линейка игр по звездным по звездным войнам ну тут рассчитывать блок большой на русский релиз одновременно с мировым невозможно как все это представить знаете сейчас был можно сказать препродакшен после этого препродакшена по Pathfinder собираются мнения игроков и вносят какие-то правки в продукт после того как эти правки внесут английская версия сразу же отправляется на принтер и отправляется на но нам нужно еще и перевести и сверстать это займет какое-то время то есть это ну это невозможно сделать одновременно для нас что касается общей поддержки для нас как и для всего мира наличия появления второй версии это было некоторым сюрпризом вот но мы безусловно будем печатать и вторую версию ну наши ориентировочные сроки как мы понимаем готовность у самих пояса второй версии это где-то будет сентябрь следующего года или осень следующего года безусловно мы не бросим тот продукт который мы сейчас издавали предыдущую версию и не оставим наших покупателей таких то есть сейчас вы знаете закончились рунглорды мы планируем еще минимум две компании вот дальше возможно команда краудрепаблик будет делать какие-то дополнительные опросы потому что вы хотите чтобы мы быстрее сделали сразу же давай пройдемся по срокам потому что многие говорят ребят медленно медленно вы вводите продукты ускорить ролевой продукт можно только одним способом если вы разобьете его на сегментной части назначить несколько переводчиков и несколько редакторов только это может ускорить как-то продукт но даже при наличии глоссария даже если это не первая книжка когда вы делаете несколько переводчиков несколько редакторов у вас все равно получается и ошибки вкрадутся и разная стилистика в разных текстах что ухудшает общее качество текста но ролевая книжка может быть мы излишне перфекционисты но пока мы приняли решение после первого выпуска не очень нам понравилось как сработало много переводчиков с первой базовой книжки мы решили все-таки делать когда работает специально выделенная команда это специально выделенная команда она занимается именно проект импайз она не отвлекается на вархаммер и не будет отвлекаться на другие ролевые проекты которых мы тоже будем выводить на русский рынок если все удачно сложится то на игрокодни мы презентуем бомбу нам уже разрешили презентовать это для партнеров но мы хотим сразу представить всем это и более того если все совсем удачно еще в декабре ее успеем выпустить это будет еще один ролевой проект но базовую книжку и там стартовый набор посмотрим что будет через скромный паблик или напрямую нет не уверен еще решим вот там скорее всего стартовый анонс такой же игрок он уже скоро поэтому мы надеемся что мы все юридически там последняя формальность все будет хорошо поэтому под каждый проект мы уделяем отдельную команду и эта команда занимается переводом и локализации при этом если вы обратите внимание например то новый продукт когда выходит есть проблема отставания поэтому насколько человеческих сил хватает мы пытаемся это ускорить что касается например старфайнера то вы видите что продукт сама пайза выпускает не очень часто там продукт выпускается раз в год раз в полгода вот в дальнейшем по новым продуктам мы будем придерживаться вот этой скорости вот и кролевое направление нам самим очень нравится мы считаем что в россии большая перспектива вот когда-то там расстав немножко это просело в 2010-х мне кажется но сейчас очень много я разговаривал с автором я не знаю если мне по голове потом не дадут с автором эра водолея он тоже там хочет запускать новый проект очень интересно он мне рассказывал и очень много команд делает ролевые проекты это вообще супер это отлично вопрос про кодексы это вы про какие системы 40к или 40 или про обе пока 40к так по аосу мне очень понравился стартовая книжка с картинками вот я тоже хочу ее делать посмотрим книжки с картинками я люблю я люблю вархаммере книжки с картинками я прям не могу конфисковать печеньки зачем конфисковать печеньки конфисковать печеньки ничего не дам маркетинг сказали некрасиво мы кушаем а в чате наоборот написали что надо на игрокон Михаилу печеньку принести как я не могу я не имею такой вообще власти чтобы забирать печеньки а вот тут такое раз все равно как это я не знаю прям руку в пасть когда будут новые игры от лоуката он няша пишет он няша но чтобы няша это не как бы не основание сдать игру мы смотрим мы спорим все новые проекты не могу сказать проекты смотрим вот вот вам и ответ господа любители няш дальше от таких шуточных вопросов начинаем жестить что за с ценами в последнее время пишут люди почему игры на российском рынке стали стоить дороже чем за рубежом ну друзья что вы хотите у нас 70% ну от 50 до 70% сырья который мы используем в настольных играх оно импортное русское сырье подорожало ну там вот за там неполных 8 месяцев на 10% ругаются на мои печеньки подорожало на 10% при этом если вы обратите внимание да мы сейчас впервые наверное не смотря на кризисе за все поднимаем цену на каркасон но эта причина была даже поднятие нисколько русское подорожание так как наша задача почему мы вообще там стали связываться с производством и так далее сделать продукт как можно доступнее для русского рынка и каркасон ну там продукты у которых у нас нормальная террористность мы можем дать нормальную цену мы стараемся цену до конца удерживать по каркасону например только в это лето поднялась цена на западные компоненты на деревянные компоненты немецкий производитель поднял цены поэтому мы вынуждены повышать тоже цены но при этом ценник на каркасон по прежнему практически в два раза дешевле чем ценник на западе ценник на манчкин тоже почти в два раза дешевле на западе там где мы достигаем нормальной террористности мы можем это сделать если вы сравниваете локализованный продукт на русский язык который издается для дорогие игры которые там от трех с половиной тысяч и сравниваете его с западным продуктом то например очень тяжело добиться той же цены даже при локализации о чем я говорю при этом что сырье у нас практически стоит там на 70% это западное сырье то есть это еще к ценнику добавляется доставка и таможенные платежи при этом например цены на китайское сырье для китайского производителя они дешевле чем для импортного производителя потому что правительство Китая стимулирует собственного производителя поэтому ввело определенные ограничения на экспорт там в ценовом диапазоне соответственно добиться тиражности на маленькой тиражности там в тысячу две и три тысячи штук такой же тиражности как на ценник английский язык который там 10-20-30 тысяч копий это очень тяжело плюс нужно понимать что к сожалению тенденции по удешевлению не будет плюс с каждым годом на рынке появляется много новых игроков на последней выставке ходило около 10 компаний из России каждому пришедшему новому игроку на рынке появиться на рынок все тяжелее и тяжелее потому что перед ним уже 10 игроков если было раньше например 3-4 игрока и новому пришедшему было легче то теперь когда ты 11 игрок ты должен предложить западному издателю чтобы он выбрал тебя а не предыдущие 10 более лучшие условия соответственно западные издатели для русского рынка тоже поднимают цену даже для своих старых партнеров потому что сбоку им предлагают гораздо более лучшие условия поэтому ценник растет и с точки зрения западных издателей которые предлагают большие цены более за дорого продукт так и с точки зрения подорожания сырья и материалов работ и прочего то что мы можем делать и в чем преимущество русской локализации то что все таки мы стараемся делать ценник дешевле например мы стараемся комбинировать с мировыми террорами у нас есть ну там много своих хитростей например по ярость Дракуле так как мы получили права на всю Европу кроме английского языка нам удалось нам удалось скомбинировать наши европейские тиражи которые мы делали на Европу с нашим русским тиражом и у нас получился очень большой тираж там большинство компонентов мы смогли сэкономить поэтому первый ценник который мы дали на ярость Дракула он был отличный да последующие тиражи к сожалению получились чуть дороже мы подняли цену но русский потребитель смог там получить мы достаточно насытили рынок с первого тиража при этом я вам должен сказать что несмотря на подорожание мы делаем ценник для западного покупателя РРЦ дороже чем для русского там сейчас не очень большая разница там процентов наверное 15 там такая вот 18 какие игры собираетесь презентовать в Эссоне презентовать именно не посмотреть новинок смотрите как бы но программа она не идет если для конечного потребителя то это будет долина солнечная долина она будет издана несколько другом варианте чем для русского рынка потому что на русском рынке мы разделили этот продукт на как бы на две игры одна игра будет более более экономичная и вторая игра будет более дорогая такая премиум версия премиум версия выйдет ближе к концу зимы ближе к ноябре декабрь на западе будет сразу издана премиум версия поэтому это для потребителей будет презентация продукта сам продукт уже продан на 6 языков и на Эссоне будет презентация уже готовой версии должно быть на 3 Зочи мы будем представлять Зочи Зочи уже тоже проданы 5-6 языков очень хорошие отзывы получились возможно кто-то из западных издателей уже успеет произвести Зочи потому что Зочи будем производить не мы если мы там произведем то ограниченную серию для выставки из новинок возможно кассиопея вот пока там все остальные продукты вот мы не до конца понимаем насколько они готовы а как успехи вообще наших проектов сейчас на западном рынке из именно вышедших из-под пера издательства хобби world orion но наместник спайфол спайфол продается отлично в этом году вышла дисси спайфол дисси наверное еще есть у нас эта машина времени спайфол машина времени мы презентуем в Америке она выйдет в следующем году чтобы не конкурировать с дисси дисси кстати тоже выйдет на русский рынок но все мы пока продаем продажи мастеров ориона хорошие но в принципе мы довольны как продаются наши продукты мы не очень довольны были задержкой с бастионом но можно сказать да так как мы молодая компания то мы более оперативны поэтому мы издаем продукт который нам нравится можем даже в течение года увидеть сразу же издать а у крупных зарубежных компаний издательские планы 3-5 лет они их крайне неохотно двигают поэтому нам приходят ждать бастиона три года пока издадут вот но сейчас он продается в Америке тоже довольно правильный мед да покажем у нас есть споры по поводу коробки любим разный вариант коробок сделали в одной коробке сейчас в другой коробке да вот наверное правильный мед сейчас мы сегодня определились с той коробкой которая будет вот и она такая несколько продукционная на мой взгляд будем показывать уже в новой коробке ждите ждите правильный мед она возможно появится уже в октябре на российском рынке поэтому ее все увидят крик души мне кажется такой когда построят магазин в Воронеже про региональный магазин мне кажется тоже стоит сказать мы постоянно ведем переговоры с новыми участниками с новыми партнерами вот поэтому тяжело так сказать там будут желающие они обращаются в отдел по франшизе в общем хотите магазин в Воронеже вы можете его открывать открывайте работает это примерно так мы поддержим с нашей стороны если вы будете нашим партнером мы вас с удовольствием поддержим научим покажем что надо делать что не надо делать дальше к таким немножко жестким вопросам когда вы берете со страницы сайта несоответствующей действительности текст пункта 5 мы гордимся качеством предоставляемых нами игр все игры в частности каждый компонент в отдельности тщательно проверяются бла-бла-бла-бла-бла я понял это от наших традиционных друзей вопросы давайте так мы производим для России и для наших европейских партнеров все на одинаковых заводах на одинаковых с одинаковым контролем качества на одинаковые бумаги наши зарубежные партнеры довольны той продукции которые мы им отправляем более того много продуктов много продукции которые выходят с нашего завода они получаются лучшего качества чем западные продукции я например не побоюсь этого слова скажу что проект Гая например это лучшее мировое издание которое было во всем мире это издание с нашего завода и есть там слова мнения мысли а есть цифра как если кто-то не дай бог потому что мы делаем полтора миллиона игр и брак случается не всякий брак можно отловить на стадии контроля брака поэтому если не дай бог у вас какие-то проблемы у нас есть отличная служба отличная претензионная служба которая меняет высылает и заменяет брак вот согласно отчетам этой службы это сухие цифры наш уровень брака нашего собственного производства меньше чем уровень брака ведущих мировых производителей которые заказывают продукцию в Китае то есть это факт можно верить можно не верить но это факт что касается это что касается вообще производства да мы вообще мы наладили я считаю постпечать есть были также вопросы по производству почему мы например не делаем деревянные и пластиковые компоненты в свое время мы выпускали каркасон с пластиковыми компонентами и до сих пор люди вспоминают как-то не очень одобрительно к этому потому что все-таки тактильные ощущения это очень важно и плюс на самом деле пластик как ни удивительно обходился нам дороже чем немецкий немецкое дерево привезенное в России вкладываться самим деревянное производство в России не такой гигантский рынок деревянное производство мы были на нескольких заводах оно гораздо более капиталоемкое чем производство настольных игр и создать такое производство даже всех издательств России в настольных играх не хватит чтобы его купить соответственно там нужно что-то другое делать на этом деревянном производстве это уже другой бизнес мы хотим делать настольные игр по поводу игрок на вопрос даже несколько такой блок я думаю что можно сделать такой небольшой блок вопросов по игрок ну как раз будут ли в программе выступления издателей настольных игр я так понимаю на главной сцене смотрите мы не артисты да я думаю вы найдете практически каждого издателя на его стенде потому что мы все люди увлеченные мы бегаем по выставке я встречаю всех издателей на игрок всех участников выставок я встречаюсь не где-нибудь в пресс-зоне а именно у них на стендах и это лучший способ отловить нужного человека прийти к нему на стенду поэтому на сцене мы выступать не будем но можно поймать да можно поймать всех еще бейджики можно поймать всех это показывают интересующий вопрос ну и мы тоже я думаю совместно с Хобби Волд какие-то интервьюшки подготовим есть такие планы лично у меня так что может быть в этом году действительно сделаем тоже небольшой видео интервью с игроком с издателями если вам это кстати будет интересно пишите в чатик плюсики как всегда кому это интересно будет ли отдельное место для встречи с известными блогерами пишут в прошлом году была встреча с Алексеем Зайковым но проходила в пресс-зоне была очень неудобна не знаю почему неудобно пресс-зона ну шумно может быть было от сцены пресс-зону мы перенесли в другой кайф-зала как ни удивительно не такое большое количество свободных помещений в гостином дворе мы думаем что с этим делать то есть как бы выделить отдельную зону под такие мини-пресс-конференции блогеров но мы думаем сейчас пока ничего не можем сказать пресс-зона в любом случае отнесена в другой угол и там даже он потише отлично отлично что да пресс-зона теперь подальше от сцены будете ли вы согласно опыту прошлогоднему приглашать каких-то иностранных авторов настольных игр организовывать да мы всегда приглашаем много авторов но к сожалению не все у всех известных авторов достаточно на самом деле плотный график потому что они не только работают над тем что любят заниматься а делать настольные игры они еще ездят по всяким выставкам конференции ну и так далее у многих авторов есть даже как назвать это был вот этот как урок звезд да и же расписание нет не расписание это называется ростер ронни ростер ростер нет 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 перечень чего чего райдер райдер да у многих известных авторов и там людей из настольного мира есть райдер причем некоторые райдеры рок-звезда может позавидовать прям я читал если все пройдет хорошо то обязательно будет мы пригласили Бруно Файдуте он дал свое согласие и мы рассчитываем что если ничего не произойдет то вы сможете увидеть Бруно Файдуте обязательно будет автограф-сессия автограф-сессия безусловно будет бесплатной потому что спрашивали привозите хотя бы на платный автограф-сессия нет как бы это будет бесплатная автограф-сессия возможно он поучаствует во вручении на сцене что-нибудь расскажет там программу будем уже уточать но автограф-сессия будет отлично поэтому и последний вопрос предложение по аукциону спрашивают будет ли он как был в том году аукцион и как он будет выглядеть смотрите там по аукциону есть вопросы мы перенесовали этот вопрос маркетинг они думают что с этим делать постараемся учесть ваши пожелания да все ваши пожелания дошли до адресатов они этим занимаются и наверняка все получится удачнее чем в прошлом году кстати в этом году сам хочу поучаствовать в аукционе мне кажется очень интересно а вот маркетинг подсказывает что аукцион в этом году перенесут он будет не на сцене поэтому будет и потише будет специальная зона для него я думаю что всем будет для этого таким образом будет удобнее работать тут еще мы пропустили с тобой вопрос про я все бдю почему популярные проблемы настольных игр все время страдают от недостатка предложений десцент рунбаунд и прочие хиты но при этом манчкин напечатается без остановки вопрос про манчики у нас где-то завелся шпион вы знаете что мальчики напечатаются без остановки но на самом деле смотрите это не совсем так секунду это не совсем так потому что мы где-то в месяц делаем приблизительно 120 плюс минус тысяч икор понятно что манчкин это очень популярный продукт поэтому в этом вопросе есть противоречие потому что автор считает что почему-то популярные направления страдают а манчкин который непопулярный не страдает от тиража но зачем нам печатать то что плохо продается мы печатаем то что хорошо продается на самом деле с тиражами у которых нам необходим какой-то импортный компонент бывают мы вынуждены подстраиваться под мировые тиражи да есть там пластиковые мировые тиражи и мировые тиражи формируются там раз в год иногда раз в два года на не очень популярные по мнению наших партнеров продукты потому что на самом деле на разных рынках разная партнера разная одна и та же игра может продаваться по-разному то есть там ни для кого не секретно я по-моему это многократно говорил например игра Грузии вези кучу лет продавалась в России нам приходилось идти на разные ухищения чтобы получить себе примемлемую цену дерева потому что этот продукт продавался только в России и в Бразилии во всех остальных странах мира он пошел не очень хорошо и его сняли с производства вот что касается там рунбаунда например мы подстраиваемся под мировые тиражи то есть соответственно мы заказываем проект при этом расписание когда это будет в следующий раз если этот продукт печатается раз в год у нас нет поэтому если вдруг продукт внезапно закончился мы вынуждены ждать когда он в следующий раз появится в производственном плане наших партнеров и участвовать в нем и так на самом деле со всеми играми которые зависят от западных комплектующих и которые в мировой цепочке если мы имеем возможность отдельно то есть с теми же американскими партнерами мы иногда договариваемся о том чтобы именно печатали тиражи под нас но есть опять же определенные ограничения на тиражность мы не можем печатать тысячу штук только под нас это будет нерентабельно даже для их производства поэтому либо мы должны ждать общего мирового тиража когда большой либо это касается больших тиража вы сами понимаете что дополнения они не продаются теми же тиражами что и большой основной продукт поэтому вот тут нет никакого злого умы с нашей стороны да румбаунт очень популярный продукт базовый дисцент популярный продукт как я говорил с аддонами есть определенные проблемы они хуже продаются но и мы не враги не враги сами себе чтобы не издавать этот продукт как только есть график международном производстве мы подписываемся и участвуем а вот андрей зайцев спрашивает такой интересный на мой взгляд вопрос насколько заинтересованы вообще издательства в издании хардкорных гиговских игр только честно посмотрите на наш что мы издали в этом году скажите ответить сами на этот вопрос заинтересованы мы вот игра глумхэвен что нас заинтересованы коммерчески заинтересованы или это такой многообраз поток нам нравятся хардкорные игры мы любим них играть соответственно мы любим их издавать коммерческий успех не коммерческий успех это уже второй вопрос но не каждый отличный хардкорный продукт может быть коммерческим успешным и наоборот не обязательно нет никакой прямой связи что если вы сделали легкий продукт для рынка такой типа легкий то он обязательно зажгет да и все все будут в него играть там как манчкин в эпичные схватки или там в спайфол нет продукт должен быть хороший продукт должен быть хороший для своего сегмента хардкорные игры продавать тяжелее ну ничего в жизни много есть вещей которых тяжелее делать не знаю что это надо делать а как раз по поводу сложных больших проектов как вы оцениваете успехи совместных проектов токинок со стилем жизни и вот лордс оф хеллос недавний вместе с лавкой ну нам я немножко извиняюсь нам нравятся совместные проекты ну это прикольно потому что ты общаешься с другими людьми другой взгляд на эти вещи это есть ли какие-то планы продолжения такого опыта и может быть какие-то анонсы которые анонсов не будет а планов там и мы разговариваем встречаемся если возникают какие-то общие мысли то мы это делаем а чем чаще всего вызвано такое сотрудничество просто грубо говоря проект понравился и тому и другому издателю и вы решили его издать совместно или там есть какие-то логистические экономические особенности почему это может понравиться и тому другому мы можем просто попробуем что-нибудь сделать сотрудничество оно всегда интереснее чем война факт надо надо всем дружить это точно я это по себе тоже знаю поэтому это здорово что издатели настольные тоже это прекрасно понимают и классно кстати что действительно такие совместные проекты начали возникать начали появляться на нашем рынке лично я этому очень-очень рад и я за то чтобы таких совместных проектов было больше почему редкие штатные органайзеры тикет урайт есть робинзон круза нет хотя органайзер туда напрашивается пишет упрошающий мы пытаемся сделать продукт приемлемый для рынка при этом не только для жителей москвы и санкт-петербурга но и за те кто живут за 100 километров от москвы соответственно мы должны дать лучшее качество по приемлемой для рынка цены мы подняли сейчас простой простой мы подняли сейчас каркасон по-моему до 1290 рублей с 990 и то у нас было очень много обращений почему вы это сделали хотя подчеркиваю в отличие от других продуктов каркасон по-прежнему чуть ли не в два раза дешевле чем рекомендованная розничная цена там в германии вот мы хотим дать продукт мы развиваем рынок поэтому мы хотим дать продукт по приемлемой цене органайзер внутри либо если мы его берем западного тиража то это экспорт то есть импорт наоборот то это импорт и соответственно на него влияет доставка и таможенная стоимость если мы изготавливаем его в России то это пластик под него нужно делать отдельную форму и больше в другую игру эта форма не будет применима то есть это сразу же падает на стоимость этой игры и повышает для вас поэтому ну где-то нельзя обойтись как в смолворде без органайзера мы делаем органайзер где мы считаем что для потребительских качеств это не сильно ухудшит продукт и гораздо удобно не органайзер когда вы крышку снимаете иногда там все равно перевернули коробку у вас все из органайзера вывалилось и удобнее все разложить в пакетики мы делаем пакетики кстати раз уж смолворд упомянули органайзер для смолворда печатается на наших мощностях да мы заказываем у партнеров в России мы сделали смолворд подает достаточно большими тиражами поэтому мы сготовили форму и не одну потому что там сложный коробк да он просто такой достаточно комплексный сложный делаем в России а какие технологии создания настольных игр рассматриваются к освоению на отечественном рынке включая ресурсы хобби уорлд вопрос о печати миник про деревянные компоненты я сказал печать миник интересно если мы ближайшее что будем расширять это миниатюра то есть их производство пластика потому что пока мне представляется это более простым вариантом чем дерево потому что вроде как кажется там что такое сделать деревянный миппл это очень сложное производство то есть я был на китайских фабриках они занимают раз в 10 больше пространства чем наша фабрика которые делают дерево вот так на самом деле да деревянные пластиковые миниатюрки тоже фишки очень много вопросов почему делают из дерева почему не из пластика вот мы об этом сегодня говорим тактильное ощущение дерево на мой взгляд лучше чем пластика вот поэтому сложные фигурки ну и плюс традиция да мипплы они всегда деревянные есть традиция понятно что вы как-то большой детализации фигурку не сделаете из дерева поэтому вы делаете ее из пластика вот в сторону высокодетализированных фигурок мы возможно и будем идти такой вопрос дробь шутка как сделать чтобы проверка на неясность локации была успешна даже если вы не прошли проверку против ухода монстра это же такой вопрос с подковыркой сколько я помню это не очень связанные два момента мы сделали у нас есть отличный е-мейл по-моему на пункт называется вопрос собачка хоббиволд.ру если у вас есть какие-то вопросы вы можете туда написать и вам квалифицированные люди ответят потому что я не во все настольные игры играю если вот тут я знал ответ но какой-нибудь другой по заковырису я бы мог и не ответить можно ли ожидать в будущем улучшения качества коробок которые печатаются на своих мощностях некоторые зарубежные игры стали печататься на собственных мощностях но ценник на них остался такой же что и был зарубежной печатью я ответил смотрите зарубежная печать это что такое мы привозим и это стоит где-то на доставка плюс таможенный платежей это в среднем 30 плюс 30-40 процентов доставки плюс когда мы считаем в россии мы менее подвержены зависимости от западных тиражей там можем там например только участвовать в мировом тираже пластика а не ждать когда не только пластик мы будем участвовать а прям вообще всю коробку сделают поэтому более оперативные но к сожалению как я говорил есть несколько моментов в зависимости от подорожания и то что 70 процентов материалов делается за рубежом что это сырье импортное и то что оставшееся российское там сырье оно тоже дорожает там на 10 процентов только за эти 8 месяцев ну и западные производители повышают и лицензионные платежи и там фиксированные платежи потому что на рынке появилось много игроков которые делают для западных и за их все более более другие предложения поэтому у нас появилась еще и ценовая конкуренция которая тоже сказывается на росте цен поэтому сейчас основная задача как я уже говорил для нас как мы видим для продукта где мы можем добиться массовых тиражей мы его делаем дешевле сильно дешевле западных версий на продукты у которых небольшие тиражи потому что вы понимаете что нам приходится конкурировать с продуктом который печатается ну как это образно конкурировать потому что он на английском и на русском только в качестве сравнения но он печатается тиражами от 10 тысяч копий например когда у нас печатаются какие-то продукты от тысячи копий вот наша задача попасть в импорт а не сделать это дороже потому что если мы будем привозить просто продукт который на западных типографиях напечатан то он будет точно обходиться потребителям на 30-40% дороже очень много вопросов связаны в общем-то с одной и той же тематикой зачитаю один из них думаю все будет ясно многие издатели при локализации не новых игр часто идут на встречу сообщества выпускают отдельные карты или другие языкозависимые компоненты вопрос я так понимаю про локализационные апгрейд киты планируется ли что-то такое то есть для тех кто там был похожий вопрос еще почему вы не покупаете почему вы не не можете продать игру на английском языке и положить туда русские карты например или русские планшеты ну давай сначала я немножко сконцов что вот это мы точно не можем то что это вам будет стоить дороже сначала нам продали на английском языке за определенные деньги потом мы произвели и отложили туда русские компоненты понятно что это продукт в любом случае будет дороже чем если у него будут одноязыковые компоненты апгрейд киты мы продаем готовый продукт мы не продаем апгрейд киты Когда мы делаем собственную продукцию И западный производитель дает нам лицензию На готовый продукт В частности были вопросы по Rebellion Апгрейд кит по Rebellion Например Который включал бы русские Карты и прочее Я уверен я буду согласовывать от 3 до 5 лет Со всеми заинтересованными сторонами Если мы производим Свои продукции Вот как мы делали с Бастионом Тогда да мы заявляем Ребят пожалуйста сделайте подписку Так как выходит новая версия продукта Мы сделаем для вас апгрейд кит На свою собственную продукцию На чужую продукцию Но это практически невозможно В нашей модели Есть значит такой Господа для вас ответ Вопрошающий потому что их действительно много Все вот вопросы по поводу апгрейд кита Ответ есть Нет ли у вас желания расширять Сферу своей деятельности за пределами стран СНГ Допустим в Финляндии, Германии или Израиле Ну имеется ввиду наверное прям открытие полноценных представительств Да думаю что да Да в настоящий момент у нас есть представительства в Украине и Белоруссии Там мы планируем потихонечку двигаться в сторону Там в Восточную Европу тоже Восточную Европу и Израиле Ждите Ждите Какие перспективы в мире настольных игр для молодых издателей Спрашивают человек тоже у меня на канале Как существует выход игры на полноценное производство Насколько это вообще реально Ну смотрите Ну на мой взгляд проще сейчас Так как как я говорил уже по локализациям появляется достаточно много конкурентов И сложнее Но со своим продуктом выйти достаточно просто Причем чем хорош наш бизнес То что в наш бизнес вход все таки недорогой Очень тяжело войти в автомобильный бизнес Нужны безумные деньги А в наш бизнес можно достаточно накопить небольшие деньги на издание вашего продукта Если вы придумали офигенскую игру Или там Не знаю там Игру настольную Коллекционно-карточную Вы можете из своих спережений буквально оплатить ее тиражи И дальше предложить на определенных условиях Там либо сами ее реализовать Через специализированные магазины Либо предложить крупному издательству на дистрибьюцию Мы например занимаемся дистрибьюцией не только продукции мира хобби Но и также наших партнеров В том числе и наших конкурентов У нас в ассортименте наверное почти вся продукция представлена Что касается производства То достаточно много уже в России сделано производства В том числе и наше производство Наши двери открыты Пишите на инфохобиволт.ру И может мы вам предложим условия по печати Просто как завод Наш завод предложит И что вы напечатаете у нас То есть мы не ограничиваем доступ Мы не используем доступ к нашим технологическим ресурсам В качестве конкурентной борьбы Понятно что мы не будем производить Не будем лукавить Да я не буду отодвигать собственные тиражи Ради каких там других гигантских тиражей Но у нас всегда есть место для небольших тиражей Поэтому даже в сезон мы можем что-то сделать Еще тут у меня затерялся немножко вопрос традиционный Нам его задавали на прошлой И даже трансляция может быть что-то изменилось По поводу планов продажи PDF файлов книг По Pathfinder и другим ролевым системам Которые планируются к выходу Ну Все мы знаем как обстоят дела с пиратством Понятно мы не можем предотвратить того Что кто-то отсканирует изданную нами книжку И выложит в PDF Но с учетом как раз по распространению PDF Это прям вообще шикарная возможность для пиратства Есть вопрос в чем Я прекрасно понимаю что как игроку удобнее иногда смотреть на планшет Хотя по моим вкусовым ощущениям Мне больше нравится листать книжку Потому что я люблю тактильные ощущения Мы думаем Мы не обещаем это скорой реализации Потому что это достаточно затратный проект Но мы подумываем Так как мы будем подключать все больше и больше ролевых систем Мы подумаем о том чтобы создать свое приложение Которому будут прибиты тексты разных ролевых систем И которые вы можете читать с планшета Ну это кстати да действительно очень неплохой выход Создать свое собственное приложение Которое будет защищено так же Ну это тоже это как бы время и деньги Поэтому мы думаем Надеюсь мы это тоже реализуем Но для этого должно быть набраться Не только Pathfinder Но еще и пара систем Чтобы комьюнити Мы заинтересованы в том Чтобы людей которые играют в ролевые игры Было много Какие возникали проблемы Трудности с собственным производством карт Или других компонентов Интересуются люди какими-то инсайдерскими Такими может быть историями Может есть что рассказать Ну это много Например последний нам От западного Производителя карточного картона Очень хороший производитель Западноевропейский Нам поступили листы вперемешку То есть среди Я могу с громажом немножко ошибиться Не помню точно Среди по моему 320 картон лежал 260 То есть это было вперемешку И это Среди 300 и 260 Тактильно это так не ощущается Пока вы не вырубили колоду То есть вот кстати Полежит палета картона А внутри где-то там Картон в другой плотности Вы печатаете И только понимаете Что у вас одна колода Уже то что напечатано Уже то что с печати Привезли к нам под станок Мы получаем колоду Смотрим И колоды плотностью различаются Вот Это вот Кейс этого лета Прямо Причем Знаете как бы Тираж все уже Как бы Его перепечатывать Планируете ли вы проводить Какие-то конкурсы Авторов По принципу корней И вообще Какие планы с Отечественными авторами На ближайшее время Ну Как бы свой Пока не планировали Мне очень нравится Как мы с питерцами Сотрудничаем Да Мы участвуем Там Играли Да В чужих конкурс С удовольствием По присутствию Да Я в этом году Сам впервые был Посмотрел Все очень хорошо сделано То есть мне очень понравилось А все-таки планы С отечественными авторами Какие-то есть Которые можно озвучить У нас все время планы Какие-то с отечественными авторами Которые можно озвучить Огласить Может быть кто-то Ну я не знаю Там новость какая-то Мы собираемся Не позднее декабря Издать Дополнение К мастеров Ориону Ждем-ждем Так Зодчи мы уже издали Солнечная долина Это не отечественный автор У нас в разработке Много игр Вот Мы вроде Уговорили студию Чтобы она была Более Как это Открыта Для всех Включая меня Вот И поэтому Мы будем выкладывать И в наших группах И на сайте Материалы Из готовящихся продуктов Но Отличная новость У нас Студия Творческая И В последнее время Иногда Они сделали продукт Нравится Нравится Перестает Нет Всегда интересно Это вызывает тревожность Смотреть за прогрессом Как это Происходит Да Давай выключим А то Сейчас Прохладно Есть Взмерзное Такое А чтобы разогреться Топ 5 игр Которые играют У вас В офисе Чаще всего Генералы 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 Сплошные генералы Да нет Потому что Топ 1 Я смотрю Они просто рядышком Топ 1 Точно генералы Дальше Это Игра Престолов Прямо Совсем Драйва Не хватает Атики Турайт Каркасон Ну Колонизаторы Наверное Последнее время Поменьше И В основном Мы Последнее время Играем В новую 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 Продукцию Потому что Ну Очень Макс Выставок Там Ну Последний раз Побольше Срока Игра Что И приехало Все Нужно Отыграть Все же Интересно Конечно Да Потрогать Отыграть Поэтому Ну Вот Хит Этого Года Это Генерал Предложение Дробь Вопрос Будет ли Рубрика В группе Вконтакте О сотрудниках Хобби Ворлд Кто За что Отвечает В компании Какие Игры Любит Во что Играет И так Далее Зачем Интересно Людям Знать Мы Достаточно Скрытно Если Вы думаете Что Это Я Сижу Это Не Я Это Этот Клон Голограмм Два Сам Мы Делаем Свою Работу Она Нам Нравится Вот Эта Социальная Активность Это Конечно Хорошо Но Этим Занимаются Другие Люди Вы В частности Для Блогера Вы Живете В сетях Будем Приходить И Снимать За Работой А Мы Как Будем Своим Делом Заниматься Созданием Игр Три Самых Тяжелых Проекта За Этот Год Ну Это Судьбинушка Да Это Прям Вот Глумхевен Просто Год Переговоров И сейчас Это Очень Сложный Проект Производцы Потому Что Те Кто Видел Давай Откроем Еще Там Еще Миллион Коробочек Это Прям Просто Вы Поняли О чем Речь Да Это Не Просто У нас Сегодня Главное Естественно О чем Можно Сейчас Говорить Пока Идет Компания Если Это Стоит Того Чтобы Посмотреть На Это Изучить Там Если Что На Сайте Более Подробно Мы Сейчас Покажем У меня Голова Обрезана Но Смотрите Тут Вверх Да Потом Вот Это Что Печеньки Отвини Они тебе мешают Отвечения Печеньки Отвечения Всегда Так Помогает Какая Толшина Картона Да Да Видите Вот Это Все Конвертики Там Внутри Миниатюр Куча Карт Куча Коробочек Все Это Нужно Упаковать Вот Там Под Эти Пороломки Полная Коробочка Миниатюрок Для Героев Которые Открываются По ходу Игры Разложить Это Такой Достаточно Ну Наверное Знаете Мне кажется Это Самый Сложный Продукт Который Был В нашем Производстве Ну Кстати Учитывая Что Будет Совершенно Другая Коробка Вам Придется Пересмотреть Целиком Мы Сначала Пересмотрели Целиком А потом Вы Причем У Пакет Поэтому Сначала Мы Спакетировали Заложили Что Все Туда Помещают Потом Другую Коробку Вот По Личным Впечатлениям Еще Вопрос Какая Игра Михаил Больше Все Понравилась На Прошедшем Джонкон А Я Не Понял А Вот Достойный Ответ Правильно Нечего Там Делать Вашим Джонкон И Приезжайте На Игроком Там Много Хороших Продуктов Я Вот Непосредственно После Выставки Потому Что Ребята Отбирали И Сейчас Мы Уже Начали Играть Во Все Продукты То Что Увидели На Выставке Я Предпочитаю И Мне Понравилось Я Предпочитаю Говорить Уже После того Как Контракт Полиция Либо Мы Либо Наш Конкурент Тогда Я могу Сказать Да Продук Мне Тоже Нравится Итак Три самых Тяжелых Проект Мы Сказали Про Destiny Сказали Про Gloomhaven Что Небудь Еще Что У нас Чуть 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 Боли В Эм Году Было Дискавери Да Сейчас Кто Слил За Джон Кобом В Эм Году Таких Два Мега Потенциальных Хит А Дискавери Вот В одном Из них Мы Участвовали В Дискавери Это Был Такой Намоч По Нас Концепт Но К сожалению Или К счастью Не знаю Это Такая Почти Как Это Свидание В Слепую С Продуктом Потому Что Мы Посмотрели Концепт Нам Нужно Было Принять Решение О Его Производстве При Том Что Те Кто Читал Описание Этот Продукт В Котором Как Там Можно Скать Большие Рандомные Коробки То В каждом Продукте У вас Сво Это Сомж Кому Проигру Это Игра Про Исследование Новых Земель Путешествия Можно Скать Даже Немножко Это Лост Такой Мы Помним Сериал Такой Что Микс Отдален И В каждой Коробке Которую Вы Покупаете Коробки Большие Коробки Компиация Между Собой И В каждой Коробке Которую Покупаете Там Немножко По-другому Там Разные Земли У кого-то Может Попасть Равнина Пустыня Кому-то Могут Попасться Горы И Пустыня И Что-то Такое И Набор Героев Поэтому Такая Очень Интересная Концепция Вот Она Свалилась Достаточно Внезапно Очень Большой Посмотрите Как бы Вот это Все Рандомное Вот Там Очень Много Вариаций Соответственно Текст Очень Много Очень Большой Объем Это Нужно Было Сделать Достаточно Сжатые Сроки Попасть В мировой Тираж А мы Хотели Попасть В мировой Тираж Потому Мы Всегда Хотим Чтобы Россия Получала Продукты Одновременно Западными Мы Попали В мировой Тираж Вот Мы Рассчитываем В октябре Получить Этот продукт Октябрь Ноябрь Да И Вот Сделать Это Достаточно Сжатые Потому Что Это Был Полный Капринт Потому Что Делать Эту Эксюзивную Подборку С одним Языком Невозможно Полный Капринт Поэтому Цена Будет Как на Западе Либо Чуть Дороже Но Продукт Мы Получим Одновременно С импортным Рынком И Мне Кажется Это Очень Такой Очень Как бы Я считаю Что это Одна из Потенциальных Бомб Этого Года У нас Есть Секретный Проект Который Мы Объявим Польше У нас Столько Секретных Проектов Что Я в них Уже Путался Это То Что Про Игрокон Я Главное Что Небудь Случайно Не Спалить На Трансляции На Игроконе Мы Будем Объявлять Тук Тук То Что Я Говорил Секретный Проект Достаточно Знаковый Обратно К коллегам Какие Настольные Игры Выпущенные Не Хобби Ворлд Читаете Топовыми В этом Году Что Считать Топом Лучшими Для Себя Я Думаю Я Тоже Светочу На Себя С Точкой Зрения Коммерческого Успеха Иногда Может Отличный Продукт Но Он Не Лег На Рынок Или Для Рынка Он Казался Дорогой По Цене Поэтому Я Могу Ответить То Что Мне Самому Понравилось Я Б Отметил Тайм Сторез И Грис Вот Вот Это Вот Два Проекта Которых Не Мы И Которые Мне Нравятся Таймс Торез И Гризл Да Второй Не я Это Часы Совесть Подскажите Нам Не Стучать По Столу Спасибо Большое И Пред Последний Точнее Такой Последний Вопрос Нашего Блока Вопросов Прежде Чем Перейдем К Другому Списку К Локализациям Дополнениям И К вам наверное часто обращаются разработчики настольных игр с инновационными идеями игр в кавычках Какие самые причудливые идеи вам предлагали и как правильно нужно отправить молодому разработчику свой проект Как отправлять уже сказали про причудливые идеи интересно Отправлять по-моему даже у нас можно на инфу хобби волк, можно по-моему new games хобби волк А про причудливые в кавычках идеи, то самые причудливые идеи это идея у авторов монополии, которые пытаются их скрестить шахматами, 3D крестиками, ноликами И вот это Шахмонополия Нельзя это в эфире так говорить Тяжелый случай Да, очень тяжелый случай И я периодически подозреваю этих актеров в употреблении нелицензированных средств внутрь Запрещенных в Российской Федерации И не только в России Организации запрещенные Ну что, друзья Давай вот еще был вопрос А, это я по эксклюзиву и рассказывал Я прям вот Я за всем следил пристально Могу сейчас еще разок пробежаться на всякий случай Но я бы вот вроде все вычеркнуто у меня Из всего-всего-всего На все вопросы, я надеюсь, мы ваши ответили Если вдруг, конечно, что-то еще будет у вас возникать Есть у нас бдительные специальные люди, специальные обученные Которые следят за чатиком И самые интересные вопросы Мне вот сюда прям на экран бах выводят Я, как вы заметили, несколько вопросов из чата уже задавал И, в общем-то, наверное, продолжу это делать Если что-то интересное еще всплывет А мы переходим Медленно, но верно Гигантскому списку Четыре листа здесь Ну прям, я думаю, что без каких-то длительных рассказов Если ты где-то захочешь Лавкрафт Леттер Да, думали Думали, но пока без конкретики Ну, не могу сказать То есть у нас есть план В этом году у нас в среднем пока получается Опять вот рекорд Где-то в районе шести игр Месяц новых Как, мне кажется, мы скоро побьем все мировые рекорды По одновременно вышедшим Месяц играм На осень у нас еще более плотный график Даже несмотря на то, что некоторые Там, западные производители Смещаются В их своей продукции Вот Тяжело У нас прям вот такой подвал еще Иксфинг Скипплэн Да, мы думаем Иксфинг Мы скорее всего будем развивать По модели Вархаммера То есть это Перевод базовых стартовых версий И продажа дополнений на английском языке Ниренфар Думали Пока тоже без сроков Да Мемуар 44 Наполеоникс Ну, надо поиграть Я вот, кстати, в этот мемуар не играл Поэтому, ну, не знаю Стратегу Нет Квартермастер дженерал Я так понимаю Про дополнение, наверное, вопрос А, нет Квартермастер дженерал 940 Ну, каких-то генералов Мы точно будем подписывать Не могу сказать Не подписывать Выпускать следующими Какие-то будем выпускать Вот прям уже Пост Нового года Не в этом году А сейчас я откроюсь Из-за детских планов В всяких случаях Секреты никому не видя на экран Самое-самое вкусное Как обычно Тут такой вопрос в вопросе Я думаю Третья редакция Ужас Аркема Планируется ли Да, планируется И что будет в таком случае Со второй Который Недолокализованный Показанный Мы выпускаем В ближайшее время Ужас Инспонта И ведем переговоры Об издании двух маленьких допов Может быть ограниченным количеством Может быть по подписке Но мы хотим доиздать То есть еще один большой доп Который доп к допу Он на наш взгляд Достаточно бессмыслен Поэтому мы его издавать не будем А вот два маленьких И Да Делать эту тему Это да И Инспон должен выйти По плану Наверное уже даже Чуть-то не в октябре Если раньше нет В сентябре Ооо В сентябре У нас кстати Мы сделали на нашем сайте Мы сделали раздел В котором В принципе Мы стали писать о новинках О том что мы планируем выйти Поэтому вы следите Пожалуйста тоже Мы там Стараемся выкладывать Не только в группе Какие-то новости О наших проектах Ну и там Космик энкаунтер Думаем Тандерстоун квест Мало думаем Форсолс Насталка по Бензинка файзер Которая на кикстартере Недавно была Мы ведем переговоры По многим продуктам Не могу же тебе Определенно сказать Твайлайт империум Штвертое издание Тут скорее просроки Наверное Она у нас Закончена Практически Проблема в пластике Как только Пластик нам обещали В феврале Но сейчас нам обещали В августе Пока у нас нет К сожалению Подтверждения Как только мы Получим подтверждение По К сожалению К счастью Филайт империю Нам не нужно Согласовывать Еще с четырьмя лицами Поэтому Как только Будет мировой тираж Пластика Мы сразу же Запускаем это в печать Потому что Редакционная работа Практически доделана То есть перевод готов Не знаю На nexus Сказать Не думаем Мишен Ред Планет Не думаем Alien vs Predator Чужой прощепичник Думают Но не все Замбицид в космосе 2019 Может я пробегусь По списку Или ты меня прям хочешь Пытать по каждому пункту Может я пробегу И по которым Смогу сказать Я скажу Нет Почему Замбицид в космосе Думаем 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 Ну достаточно вероятно Вопрос Патфайндер Рунные владыки Будет ли переименовано название Или из-за совпадения С другой тропой приключений Return of the Run Lords Не могу сказать Это редакция Интересная Здесь думает Редакция Как Успехи с ним И какие планы По развитию Ну Думаем Издать еще Один Набор Вот Но Пока думаем Что выбрать Или возможно Мы обещали Какой-то новый Прям огненный набор Поэтому Игра хорошая Концепт хороший Вот Мы немножко Видишь Увлеклись Больше ролевой Составляющей Вселенной Вот Но планируем Еще Думали Под изданием Еще одного Ктул ход Камон Дет май дай Разговариваем Фейбл фрукт По-моему У нас даже В плане Стоит На начало Следующего Вода Вроде как Предварительно Если я ничего Не буду Даже Или Фейбл фрукт Можно Да По-моему По-моему Стоял В планах Точно Скажу Но по-моему Мы собирались Традиционные вопросы Подвале стоит Про Теренод Прям тут Много Много Рейлмс Херос Легаси Драгонхолд Нам интересно Это вселенная Как ФГ Столов Позиционировать Но По-моему Мы Не можем Издать Все Сразу Тихонечку Мы Издаем Мне Лично Ближе Та Часть Которая Румбаумска Кодекс А зачем Вообще Непонятно Немезис Там Знаешь Как Это У нас Есть Договоренности По Немезису Но Честно Там Пока Сложность С проектом Вот Как В любом Сучу Мы Можно Будет О чем Называть Какие Сроки Можно Будет Пусть Только Реализуют Бейкер Продукт Пока Там Бейкер Задерживается По-моему Сидим Hand of Faith Я так Понимаю Что это Настольная Игра Ворди Которая Которая Ничуть Не могу Сказать Я сам Впервые Слышал Румбаумска Третье Издание Дополнение Нежил Как Только Мы Сразу Заявляемся Бывает Иногда Тяжело Нагнать Когда Вы Пускали До А Румбаумска Отлично Продается И Мы Сразу Делаем Заявки На Дополнение Но Международный Тираж Он Иногда Отстает От Английского Пока Соберут Всех Участников Рынка И так Далее Мы Сделали Заявку На Все Дополнения К Румбаумска Что Ближайшая У нас Стоит Немножко Съезжает Каждый Месяц Я Должен Скажу Что Нерушим Узов Нерушим Узов У нас В плане Был На Август Но Сейчас Ехал На Сентябрь Мы Ждем Пластиков Комплиментов Как только Получим Нерушим Узов Кумулятивный Вопрос Коим Бравендейк Ньютон Транс Антлантик Или Какие Нибудь Другие Средние Сложные Евро Игры Что с Евро В планах Есть Что Небудь Знаешь Как В прошлом Году Нам По-моему Говорили Что Вы Сдаёте Одно Евро Давайте Это Где Наш Евро Ну Вот Из Того Что Ты Перечислил У меня Просто С Листа Трощ Вот Ну Мне Ничего Класса Не бросается Средние Сложные Евро Игры Пока По Этим Человек Скорее Все Нет Миндейк Хороший Продукт Но Наверное Нет Warcraft Ну Warcraft Хорошая Лицензия И Хороший Мой Продукт Был Фэнси Флай Геймс Делать Свой Продукт С Таким Количеством Пластиковых Компонентов Сейчас Практически Я Как-то Рассказал Помните Есть Такой Анекдот Что Наш Как О Наболевшем Что Падает Цена На Нефть Повышается Цена На Нефть Цена На Бензин Все Время Растет В России Я Рассказал Нашим Американским Друзям Они Сказали Да 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 То Самое Мы Можем Рассказывать Про Пластиков Китая Поэтому Пластиков Все Дорожает В Китае И Делать Такое Великолепные Игры С Таким Количеством Пластиковых Компонентов Но Это Очень Дорого Поэтому А Делать Карточную Игру По Warcraft Мне Кажется Что Эта игра Должна Быть Объемная Как На столе Как Warcraft The other Seven Sins Все С ним Ведут Переговоры Это Сложно Это Долгие Переговоры Ведется Когда Мыш Скорее Всего Если Ничего Не слетит В октябре Будет Компания На Кикстартере На Крабли Републике И Скорее Все На Нашем Собственном Кикстартере Скорее Всего Поставка Нам Дали Разрешение Собирать Предзаказы И Скорее Всего Где-то К февралю Потому Что Гигантское Количество Текстов Приложений Вот И Боюсь Раньше Февраля Февраля Марта Приложения Не осилим Поэтому Где-то В эти сроки Будет Сразу Вопрос Из чата Rebellion И Twilight Imperium Будут Сразу В рознице Или Через Crown Republic Нет Это Сразу В розницу И Твилайт И Этот Будут Сразу Возьм Ждем 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 Ли В планах Делать Карточную Игру Гвинт Или Adventure Game По Ведьмаку Да Мы общались По поводу Гвинта Там Своё Видение По Ведьмаку Мы Тоже Видим Переговоры То есть Гвинт Ближайший Фрейм Точно Не будет Нам Это Было Интересно Мы Предлагали Свой Проект Ведьмак И Возможно Мы Ведем Переговоры По Киберпанку 20-30 Который Будет Следующий Погубок Юбилейное Издание Каменного Века Третье Издание Игры Престолов Дополнение Имеется В Град Престолов Мы Издаем Да Мы Там Согласовали На Мать Драконов На Большое Дополнение На Мать Драконов Мы Согласовали Тираж Поэтому Как только Он Будет Произведен Мы Рассчитываем Получать Рассчитываем В Этому Году Как Есть Там Смещение В Китае Не Будет По Производству Пластиков Даже Каи По Игре Престолов ЖК Пока Отложения Так Уже Сарким А мы Ответили Уже Здесь Немножко Пересекается Твоевать Империум Был Рыбы Ли Он Был Хейт Ничего Тим Не могу Определенно Сказать Значит По Нитранеру Это Только Капринт Возможно Будем Делать Но Нужно Понимать Что Ценник Будет Достаточно Дорогой Потому Что Права На Вселенную Везернов Закост И Только Апринт То Нельзя К сожалению Локализовать Как Уже Сархом И Сделать Вкусную Цену Для Рынка Тайное Послание Премиум Все Ждут Сместился Немножко Тираж Должен Был Выйти Со Дня На День Это По Моему Да Это Вот Там У Нас Это Один Из Пострадавших В Результате По Моему Замещение Карт Тиражей На Сентябрь Туда Сместился Новые Дополнения К Древним Ужасу Да Мы Что Ответ Очевиден Патфайдер Гейм Мастер Гайд По Пасфайдеру Мы Будем Делать Два Проект Так Я Щас Скажу Открою Что У Нас Но Мы Будем Выбирать Либо Мы Будем Делать Инерсия Гайд Либо Там Advanced Player Гайд Насколько Я Понимаю Вот Мы Будем Тесно Общаться По Этому Поводу С Community Будем Обсуждать Возможно Делать Какой То Опрос Но Я Планировал Один Два Продукта Сделать Еще Мы По-моему Сценарии Собирали Делать Я Пусть И Почему Не Вижу Спрашивают Еще Про Сроки По Третьему Аркему Пожалуйста Это Следующий Год Не Раньше Следующего Года Только Только Продукт Вышел Вы Должны Понимать Что В Мировой Тираж Попасть То В Тираж С Английским Попасть Практически Невозможно Можно Попасть Только В Мировой Тираж Продукт Выйдет Обязательно В России И Соответственно Нам Не Нужно Будет Ничего Нагонять Все Аддоны Следующим Образом Будем Выпускать Которые Там Будут А я Уверен Что Моя Тоже Появится Краут Геймс И Лавка Испугались Издавать Игры Витала Лассерды Может Вы Рискнете Без Комментарьев Хорошо Пока Наверное Сложновато Оценить Успехи Империала Солпа На Рынке Но Дорогой Продукт Для рынка Идет Как Наше Ожидание То Есть Понятно Он Не Разлетается Как Горячие Пирожки Из Полочки Потому Что Продукт Для Рынка Дорогой 5000 Рублей Практически Это Дорого Я Считаю Что Дорого Ну То То Пока Тоже Про Дополнение Говорить Рано Или Есть Планы Ну Рано Рано Возможно Это Будет Та Же Модель Что И Как Я Говорил По Там X X Vingles 20 Это Будет Поставка На Английском Музыке Маленьких Допов И Перевод Больших Допов Либо Перевод Стартов Базов Дополнение К Токенока Не Знаю Пока План Не Вряд Ли Fallout Сроки Fallout На Согласовании Bethesda Как И Doom Сейчас Будет На Согласовании В Bethesda То Есть У Нас Там Готов Пластик Закончена Редакционная Работа Как Только Нам Согласуют К Сожалению Там Сроки До Полугода Мы Сразу Напечатаем Его Иду Черепашки Ниндзя На Кикстартере Недавнем Не Моя Тема Мы Обсуждаем Внутри Коллектива Но Я Не Такой Фанат Дополнение К Маленького Миру Как Планируется Разбитие Да Потихонечку Будем Делать Будете Делать Вот Эти Паки Дополнение Или Дополнение Все Будет Зависеть Еще От Сум Ройалти Которые Будут За каждый Пак Назначать Потому Что Стар Лиджин Уехал На Май К сожалению Пластик Производства Только Съезжал Съезжал И Теперь В марте Поэтому Мы Рассчитываем На Интересует Людей Тяжело Потому Что В России Игры На Ставки Игры С Гонками Достаточно Средним Образом Продаются Несмотря То Что Это Была Игра Года Продажи У нее Типичные Поэтому Думаем Что делать Дальше Вводить Новинку Или Продавать В тираж Вархаммер Будем Дистилутировать Практически Всю Продукцию Но К сожалению Она не будет Локализована То есть Мы Как я говорил В самом начале Мы хотим Локализовывать Больше и больше Продукцию На русский язык Но Локализацией Занимается Напрямую Games Workshop И мы Просим Идем С ними Переговоры О том Что К нас Как можно Раньше Извещали Что Мы Заявляли Наши Ожидания Того Что Мы хотим Продукт На русском А не На английском Что Насчет Blackwood От Компании Runes Editions Вот я Вижу В чат Вопросик Какой-то Blackwood Я Не в курсе Не могу Чего сказать По поводу Старых Линейк У нас Тоже Будет Отдельный Хотя Можно Наверное Сейчас Про Королевский Двор Инновацию Спрашивают Королевский Двор Вряд ли Инновацию У нас Есть Компания Несколько Любителей Инноваций Безумных Любителей Инноваций Поэтому Периодически Мы Издаем То, что Нравится Нашим Сотрудникам У всех Есть Лимит Издания То В этом Городу Много Сотрудников Кто Зали Что Хотели Теперь Продают То Что Хотели Борьба За Галактику Да Допа Буд Переиздание Дополнение Голливуд Дополнение Не будет Голливуд Будет 2.0 То Мне очень Нравится Эта Игра И Голливуд 2.0 Должен Решить Там Мы Переписали Полностью Правила Потому что Она очень Легко Объяснялась Но Правила На мой взгляд Читались Достаточно Тяжело Мы Там Немножко Переделали Концепцию Сделали Ее Как-то Более Изящной И Более Лучшая Цена Для Рынка Будет Планируем Ну Край Январь Вообще Знаю На этот Год Переиздание Дополнение Десна Тени Рик Холла Не в этом Году По-моему Не в этом Году Не могу Тоже Тебе Сказать Князья Катана Нет Допыт Классическому Зомбициду В частности Маленькие Допы Которые Ранее Не издавались Собаки Птицы И другие Маловероятно Возможно Мы договариваемся О поставке На английском Заке Потому что Маленькие Допы Нерентабельно Лицензировать И плюс Они по-моему Не ретиражились Батулор В плане Ретиражных Не было Батулор Нет Так Про Андроид Ну Про Натранер Ответили А в принципе По поводу Вселенной Андроид Как успеет Мне нравится Нью-Анджелес Нью-Анджелес Да Нью-Анджелес 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 Мне нравится Этот продукт Он хорошо Продается Станет ли он Мега Супер Хитом Нет Не станет Нью-Анджелес Файф Трайпс Может быть Из фонда Есть любители Файф Трайпс Компании Которые Меня Осаждают Я Если честно Считаю Что это Проходной Продукт Яма-Тай Вряд ли Яма-Тай Вряд ли Легендари Тут речь Про Марвел Легендари Да Мы вели Переговоры По этой серии Возможно Что-то Издадим Инновацион Deluxe Ну вот Инновация Как раз Я сказал Да Тайранс Фандер Дарк Да Было В планах Не могу Скать Когда Был Незапно Тандер Стол Ну Ну Нет Как бы Ожидаем Весьма Сан-Хуан Громов И камень Да Громов Сан-Хуан Мы его переносили Многократно Не могу тебе сказать Вот на этот год Точно Сан-Хуана Нет Дальше Я так понимаю Больше про дополнение Империала Солт Говорили Что пока Рано Стар-Ворс Легион Еще более Рано Я так подозреваю Робинзон Круза Сейчас мы Выпустим Новое издание Посмотрим Потому что Новое издание Получилось У нас было Первое издание Как сказать Редакция по сути Переписала Заново Правила Вот Поэтому они Стали очень играбельны И мы были Очень довольны Первым изданием Второе издание Оно как бы Улучшено И поигромеханически Но оно получилось Очень дорогое Потому что Там Уже У вас Не абстрактные Кирпичики А бананы Деревянные И там Прочие элементы Как бы Больше Прожают Но при этом Продукт Сделался Дороже Поэтому У Робинзона Были очень хорошие Продажи Мы хотим Посмотреть Как будет Продаваться Более дорогой Продукт И после Этого Решим Что делать С дополнением Робинзон Это Один из моих Любимых Я вообще Люблю Такие Как бы Комплексные Приключения Все Макасут Поджимает И можешь Умереть Ничего Про Карточные Войны Спрашивают Планируется Ли Расширение Линейки Дальше Adventure Time Да Такие Франшизные Вещи Интересные Будем делать Также Упомянули Про Keyforge Насколько Интересно Игра С уникальными Колодами Я видел Прототип Только Еще Не до Конца С трясованными Картами У него Потрясающая Идея Была Сразу Да Особенности Издания Keyforge Это Уникальный Продукт Чем Еще Уникальный Там Не нужно Ничего Будет Догонять Если Мы Решим Присоединиться К Мировым Тиражам Но При Этом Это Требует Гигантских Тиражей Особенности Функционирования Вот Этого Поэтому Сейчас Мы Будем Активно Тестить Смотреть На Реакцию Рынка Потому Что Не Каждый Революционный Продукт Нормально Воспринимается Рынком Нам Активно Продукты Очень Интересен Если Он Будет Как-то Востребован Рынком Мы Будем Участвовать И Будем На Русском Музыке Планируется Лизание Стендалон Сценариев К Карточному Ужасу Архема Не Знаю Будем Посмотреть Давайте Основную Сетку И Сдадим Вот Это Пока Продажи Уже Сархем Очень Хороши Очень Довольный Продукт Доминион Доминион Для Рынка Это Карты Мы Производим За рубежом По Требованию Правообладателя Поэтому Для Рынка Это Достаточно Дорогой Продукт Мне Лично Нравится Это Самый Любимый Дэкбилдинг Он Одним Из Первых Был Ринейка Мне Нравится Рынком Воспринимается Неоднозначно То есть Мы Возможно Будем Что-то Потихонечку Делать По Доминиону Но Мы Ведем Переговоры Постоянные О том Чтобы Нам Дали Возможность Издавать В России Потому Что Если Вы Сделать По Приемлемой Цене Вот С тем Ж Качеством Потому Корокс Мы Делаем В России Все Делаем В России Кроме Карт Нам Кажется Что Цене Будет Лучше И Продукт Найдет Масса Употребителя Внезапный Вопрос Про Талисман Я думаю Тут даже Релик Можно Насколько Интересно Вообще Издательство Талисм У меня Есть Сомнения По Талисмана На Русском Рынке Потому Что Все Так Это Считайте Монополия Вид Сбоку На Западе Талисман Популярен Очень Популярен Мы Предпочли Больше Ярость Драку То есть Поэтому Талисман Мировые Права Не у Нас Их Тоже Купили Вот Мы Соредоточили На Ярость Драку А Релик Релик Тоже Талисман Но В общем На Поехо Все Подожди Интересует Судьба Серии Настольные Серии Настольные Игр Подземелья Будут ли Издаваться Еще Другие Части Планет Но Мы Поддержим Линейку Поэтому Мы Стараемся Все В линейке Делать Замки Бургундии У меня Здесь Фигурирует Дополнение Наверное Переиздание Переиздание Не могу Сказать Возможно Будет Просто Решение Как То Если Продукт Цикле То Я Не Принимаю Решение О Переиздании Продукта Его Примают На уровне Коммерческого Отдела Если Продукт Снимают С продаж Я Принимаю Решение Пока С продаж Не Снималось Что Что С новым Тиражом Ужас Дальше Спрашивать Я так Понимаю Что Наверное К 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 импортах тут как тут все это продукт в цикле как-то на случай культующим и вообще-то новый crossfire не планируется ли ближайшей перспективе нет да ском с тобой самая служба скучная часть началась десцент мы планировали издать еще точно один док но пока продажами допустимы недовольны про борьбу с галактику подземелье таки наки сказали hero realms как кстати рынок принял мне очень интересно и планируется ли что-то с ней не могу тебе искать на это вопрос ну как именем домы допы но возможно будем собирать и столько через крал компанию то есть так рома кости он есть наличие чем удобно наверно по моему продажи робок это же она ждет данном от рома кости это по моему кому она не совсем дуэль на этом команду можно да но все равно дуэль и команды вот рома кости нет по рома кости не не будет дополнений точно потому что вот это единственный продукт комона продажами которыми я можно не очень то есть можно не ждать уже и очень смело брать дополнение на языке друзья вообще по столу кто стучит по столу я стучу меня нечем сужать так особняк безумия планируется выход база если планы по выпуску дополнений при успешных продажах базы чем я в принципе не сомневаюсь давайте мы сначала база выпустим вот то дальше будем смотреть когда зомбицид черная чума под названием вульсбург по моему все обучение вульсбург сейчас будет рассылаться на этой неделе вы сейчас должны рассылка бейкером быть в течение там полутора недель и зеленая рда в общем до гонку зеленая рда один снейшую компанию идет друзья будем рассылать а допык классическому зомбициду по моему уже а вот спрашивали об этом древний ужас dreamland мир грез маски не ралтотепа стрэндж ремнанс могу пугавые сроки посмотрите мы еще раз говорю по древним ужасу так мы привязаны к иностранным тиражам нам подтверждают тираж мы заявляем мы сразу ну то есть пока никаких плюс-минус сроков ожидания карточные воины мы рассказали каркасон планируется ли новые какие-то серии мы планируем каркасон да мы планируем немножко переделать то что сухой под брендом королевский подарок соответственно док который был предместе обитателей потому что мы хотим пересобрать эту комбинацию то что сильно выросла цена на дерево и мы хотим оставить цену приемлемую для рынка новые допы дамы планируем но очень простая была в европе замены если кто-то видел новую европейскую версию то там замена графики вот поэтому все планируем приступить когда замене графики после этого все новые допы будут уже выпускаться новой графики потому что она стыкуются в принципе со старой но графика другая ну секре механически стыкуются но поэтому такой непростой переход его рано или поздно все равно надо делать как сделали его в европе но возможно мы оставим параллельно потому что в европе на прямо сейчас продаются параллельные вещи спрашивают по поводу второго издания игры престолов мы поможем отвечали да не пока нет не планируется как карточка что мы отложили отложили bank за пригоршню кубиков и bank классические дополнения но мы сдаем там допыг банку то есть я не могу сказать какой именно нож мы сдаем что то будет дополнение к феста феста родин сейчас берешь в одно слово дина ближайшка на тему каверна фарган фолкс камер на это не мы на это не вообще не наш продукт я так понимаю что у нас наверное все друзья по списку если вдруг у вас есть какие-то еще вопросы можете их задать пока я вижу какой-то вопросик еще подвиньте мне пожалуйста его чтоб я увидел лучше а я вам хочу напомнить еще про игрок он про муж сказать самое большое российское событие сам большой российский фестиваль в прошлом году у нас было почти футбольный стадион я помню 35000 я этот это прям вот озвучу хорошая хорошая заполняемость футбольного матча в этом году как вы знаете мы ввели символический плату за вход но может быть мужская для немножко небольшого ограничения посетителей потому что к сожалению площадка стильного двора хотя казалось нам гигантской площадкой все-таки имея предельную емкость и боюсь два стадиона мы там не соберем это будет некомфортно поэтому ввели символическую плату собираясь туда пожалуйста оплачивайте билеты заранее потому что чтобы не стоять в очереди а имейте пожалуйста билет на руках я думаю это будет супер мероприятие там все ведущие российские издатели куча программ куча конкурсов будет великолепно то есть со всеми там увидимся это знаковое событие года наверное главное да настольное событие в стране которые год от года становится все больше все масштабнее жду с нетерпением того что будет в этом году уже есть много интересных анонсов я думаю можно их еще разочек договорить будет думал файдуте будет автограф сессия с бруно файдуте к сожалению автор был хавона не смог приехать у него к своим последний момент не совпали графики тоже собирался может быть на следующий год немножко по-другому мы переначали расстановку при зона убрана перенесена зона убрана в угол по-прежнему будет там косплей настольные игры детские зоны то есть фото зоны где вы сможете там пофоткаться с любимыми играми то есть я сам с нетерпением жду естественно большая игротека естественно возможность поиграть пощупать новиночки я думаю как раз еще разочек можно по поводу глумхевена сказали на глумхевена вы мы постараемся сделать уже практически готовые экземпляры они просто будут там не все сценарии внутри а там сценария 4 и сможете потрогать другие издательства тоже собираются показали очень много новинок еще будем представлять солнечную долину которые отлично встречена на западе это будет пока базовые здания ближе к новому году как я говорил будет уже делюкс версия зодчи тоже продукт который там выходит на 6 языках то зодчи уже принципе есть продажи но там вы можете еще познакомиться посмотреть будет большая у мира кубе большая зона по вархаммеру с покраской будет большая модель битвы панорама забыл как это называется будут как обычно косплей по звездным воинам будет национальный турнир по destiny другие турниры колос разума нам подсказывать а у нас есть еще небольшой блок вопросов от наших зрителей из чатика сейчас я их попробую озвучить игра disney villanos я так я вот чуть-чуть прикрыть у нас блокнатик да пила нос есть невозможность создать в россии не знаю у нас есть возможность создать что-нибудь по диснею но будет лет этот продукт либо какой другой университет мискотоника для уж сарки мы сказали что не будет издан на русском в английском варианте будет ли даже да конечно конечно еще раз говорю мы не когда не ограничиваем и не стесняемся если вы сравните друг качество английского и русского издания то есть мы 8 всегда поддержим мы несмотря на то что мы издаем на русском языке мы всегда продолжаем возить продукцию на английском если он будет доступен там османи северной америки фэнтези флагеймс наличие там его обязательно привезем гарри поттер хогвартс battle там нам показывают что вот такой продукт battle star галактика раритет не думали ли о возможности издания локализации ну раритет есть столько новых продуктов каждый год только на рынок германии выкидывается 700 игр новых я бы сначала хотел в первую очередь сведоточиться на чем-то новом пока в кланах нет что там сант-мур портом спрашивают разобрались с правами может хобики подхватят упавшие у звезды знамя я не фанат вот так вот так друзья там помогает еще вопросик есть выше если можно для него крутануть мы его наверное увидим нету выше или ниже там по-моему да есть dragon castle от камон и хорьбу спирит айланд ниран фара бог оба фангал но вафин белоу вряд ли и ниран фар тоже наверняка вот вот камон мы все щупы там следите пожалуйста за сайтов как я говорил на сайте есть раздел в котором мы теперь публикуем новинки то что подписано то что мы будем издавать идут достаточно оперативно обновляется поэтому если что будет появляться будет там отлично ну что ж друзья спасибо вам большое за то что присутствовали сегодня на нашей конференции на нашей трансляции спасибо традиционно за ваши вопросы было много многие из них были важны и интересны и я думаю что вам также было интересно услышать ответы не только на те вопросы которые вы задавали но и на те вопросы которые задавали другие участники нашей сегодняшней конференции нашего эфира еще раз хотим пригласить вас на фестивале игрок он спасибо что вы смотрели нас приходить на игрок он я думаю это будет вообще великолепно увидимся и драконе я там точно буду готовим тоже будет 22-23 сентября москва гостиный двор приезжайте приезжайте да место достаточно близко от метро удобно центре центре я кстати знаю что очень много ребят ездят из разных городов я приезжаю со всей россии очень только приезжает очень много людей прям это отличный способ пообщаться посмотреть что-то но вообще погрузиться в эту атмосферу мне очень радует что игрок он становится таким же большим что движется к с к сожалению эти площадки в москве достаточно ограничены и по количеству и по размеру поэтому каждый год мы стоим перед дилеммой куда переехать побольше и так чтобы для всех участников это было приемлемо вот поэтому сейчас еще этот год точно гостином дворе покупайте билеты пожалуйста заранее чтобы не тратить свое время на там кассах которые будут работать на входе кассы будут работать на входе если что но лучше заранее там везде у нас размещено где это можно купить плата символическая поэтому ждем вас посмотрите она введена в общем-то для нашего с вами удобства опять же чтобы отсеять совсем уж лишних совсем случайных людей это и как все-таки к сожалению гостиный двор не может вместить два стадиона только постараемся зато зато будут самые главные ценители настолок в россии не только спасибо большое вам за просмотр спасибо большое миша с вами был михаил акулов генеральный директор издательства hobby world а транслировал ваши вопросы михаилу я алексей звяков до встречи уже на игрок он и друзья очень скоро пока пока михаил алексей и не скосе михаил михаил печенька ограничили михаил